Ну что ж, друзья мои, еще раз, еще раз добрый день! Сегодня пятница, великолепно! Не устаю я это повторять, ну и, соответственно, лишний раз поздороваться тоже и пожелать доброго дня, наверное, будет не лишним. Мы продолжаем бизнес-канал на Финам. Финам. Сейчас его вторая часть. Называется она «Бизнес-класс». Это тот самый эфир, это тот самый класс, в котором встречается бизнесмен и желающий, огромное количество желающих стать таковым, успешным бизнесменом. И, естественно, мы внимательно слушаем, как этим успешным стать. Сегодня у меня очаровательные гости в студии Анна Цфасман, генеральный директор WB Coffee & Tea. Правильно я прочел, Анна? Все правильно. Я тренировался. Добрый день. Добрый. Добрый день. Сегодня мы говорим, но, видимо, это вполне логично, учитывая пятничный эфир, да, впереди суббота, воскресенье. У нас такой с вами, ну, я надеюсь, будет легкий, непринужденный разговор. С одной стороны, вроде бы и о бизнесе, а с другой стороны, кофе-чай, да, и вот это вот самое. Чай-пятница. Прекрасный разговор. Да, 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 совершенно верно. Совершенно верно. И, тем не менее, сегодняшний эфир бизнес-класса мы назвали следующим. Бизнес на зернах, вот так, неожиданно, как открыть кофейный магазин или кофейню. Аня нам об этом расскажет, я, по крайней мере, очень на это надеюсь. И еще раз я напомню, уважаемые мои слушатели, телефон студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы, делитесь собственными мыслями по этому поводу. Тем более, что я уверен, многим, да, если не большинству наших слушателей, эта тема, как минимум, близка. Ну, кто не пьет чай или кофе? Особенно по пятницам, да? По нашему опыту многим это интересно. Вот, вот, вот. Наверняка живы, да, как человек бизнеса, некий маркетинг-анализ проводили. А, первый вопрос у меня традиционный. Ну, как вы к этой идее пришли, как вы оказались в этой сфере? Потом, опять-таки, извините, я сейчас немножко, немножко позволю себе комплиментов. Не сильно вас огорчу. Ну, очаровательная, хрупкая, да, ранимая, ну, извините за, опять-таки, стереотипы. Девушка и занимается бизнесом, жестким, жестким мужским делом. Как вы к этому пришли? Что случилось? Мне кажется, в России жестким мужским бизнесом занимаются сном женщины. Можно было уже к этому привыкнуть. Нормально. Чем занимаются мужчины, мне хотелось бы сразу узнать. Мне кажется, они занимаются своими хобби. Хорошо, пусть будет так. Пришла к этому, наверное, случайно. Меня всегда тянуло делать вещи, за которые мне не было бы стыдно перед родителями. Я, мне кажется, каждый раз об этом не устаю напоминать. И это, наверное, та наша ответственность, которая есть у каждого. У нас у всех разные семьи, но, тем не менее, все хотят, чтобы родители гордились своими детьми. Это не имеет никакого отношения к количеству денег на счету, или к одежде, или к худеньким, или пополнее. Скорее к тому, что мы действительно выпускаем в качестве продукта своей жизнедеятельности. Кому-то нравится бизнес, кому-то дети, кому-то и то, и другое, как мне, например. Но где бы я ни работала, я всегда стремилась работать с лучшим продуктом, который есть в индустрии. С кофе сложилась ситуация непростая. На тот момент, когда этот продукт меня увлек, в России было очень тяжело с этим. И не только в России, справедливости ради, в большей части... Это какие годы? Это случилось года четыре с половиной назад, когда я действительно начала этим увлекаться и пытаться в этом разобраться. Поэтому тогда я руководила сетью КФИН, и мы тогда приняли решение заниматься хорошим продуктом, и начали узнавать, во что нам это встанет, что нам для этого надо сделать, и есть ли люди, которые про этот продукт что-то знают. На тот момент в России серьезных профессионалов, которые могли бы, наверное, на мировом уровне об этом разговаривать, практически не было. Всех, кого мы нашли, мы со всеми побеседовали и начали создавать вокруг себя некое сообщество людей, которым это интересно. Но по факту оказалось, что для того, чтобы иметь хороший конечный продукт, нужно начинать сначала, то есть с каких-то азов и букваря. И азы тоже оказались довольно хитро сплетенной историей, потому что для того, чтобы у вас был хороший продукт в конце, вам нужно иметь нормальное отношение с фермерами, чтобы вам оставляли те лоты, которые вам нравятся, чтобы вас не обманывали, их надо быстро успеть привести, и возникло сразу очень много-много историй. Очевидно, да. Ну, смотрите, Аня, мне показалось, что сейчас, конечно, вы в этом плаваете абсолютно свободно, потому что это ваша тема уже несколько лет. А на тот момент, да, это была ваша тема, или вы пришли со стороны? Нет, я совершенно, более того, я в общепит пришла совершенно со стороны, у меня не было опыта, у меня был большой управленческий опыт, и большой опыт работы с коллективами, где властвует дизайн и творчество, но тем не менее... Это хорошо для коллектива, где властвует дизайн и творчество? Знаете, это вопрос только структуры управления. Есть творческие студии, которые управляются очень по-разному, поэтому это вопрос только того, как вы добиваетесь результатов от людей. Вы можете добиваться строгости или жесткости, вы можете добиваться того, что вы становитесь с ними друзьями, им неудобно вас подвести. Есть еще масса вариантов, как можно сделать. То есть это просто разные подходы, да, разные методы управления. Вы это изучали, вы профессионально этим владеете? Довольно. Хорошо. А вот какой из методов сейчас вы проповедуете? Сейчас на самом деле довольно сложно, потому что когда у тебя все-таки молодая компания, в которой есть несколько учредителей, приходится идти на разные ухищрения для того, чтобы соблюсти все интересы, для того, чтобы люди, которые до этого были только наемными сотрудниками, и почувствовать определенную власть или возможность принимать решения самостоятельно, иногда их начинают качать в разные стороны, им, конечно, хочется больше и больше власти, а при этом компания должна развиваться тем курсом, которым она должна развиваться, приходится изобретать нестандартные способы управления компанией. То есть я опять возвращаюсь к тому, что есть действительно некие стандартные, как вы совершенно верно сказали, подходы, но в зависимости от ситуации ищешь универсальный какой-то. Мне кажется... Кнут и пряник здесь не очень уместно. Кнут и пряник, нет, он не работает. Более того, успех нашей компании зависит от того, насколько все ребята, которые со мной работают, будут хотеть развиваться дальше. Потому что в тот момент, когда мы остановимся, мы перестанем сразу же быть лидерами, потому что мы сами вырастили, на самом деле, немало компаний в России, которые работают в той же сфере, в том же поле. Поэтому они, естественно, жаждут кусать нас за пятки для того, чтобы и мы бежали быстрее, и чтобы они бежали быстрее. Мне эта ситуация очень нравится. Именно поэтому я всегда очень стараюсь по-доброму отзываться от тех ребят, которые действительно делают свое дело хорошо. Неважно, как мы оцениваем финальный результат. Мы можем считать, мы лучше, они могут считать, что они лучше. Это совершенно не относится к делу. Мне очень нравится ситуация, когда рынок начал формироваться. По крайней мере, есть компании, с которыми можно себя сравнивать, с которыми можно о чем-то разговаривать и вести какие-то задушевные беседы. А это так действительно, что рынок начал формировать? Мы говорим о российском рынке. Но только начал, честно скажу. Только-только начал, потому что еще очень много закостенелых каких-то историй на рынке все еще. И они с точки зрения оборотов, конечно, пока больше. А почему эти закостенелости, они не мякнут? Потому что старый подход, когда ты покупаешь как можно дешевле, а продаешь по московским ценам, для любого бизнесмена более органичен и правилен, чем подход, когда ты пытаешься сделать самое лучшее из того, что ты можешь, а потом продать за ту цену, за которую ты можешь это продать. Первый подход, он с точки зрения бизнеса, наверное, логичен, очевиден, потому что главное маржа, главное заработать. Вы знаете, зависит от долгосрочной перспективы. Я считаю, в краткосрочной перспективе, безусловно, это всегда работает лучше всего. В долгосрочной перспективе, мне кажется, те компании, которые стоят там по 100, по 200 лет, они чаще всего начинали как раз с того, чтобы делать лучший продукт из возможного или какое-то было изобретение уникальное. Сейчас очень модно инновация. Мне кажется, инновации были модны 5 лет назад. Сейчас уже нет, это не тренд. Сейчас мы ближе к земле, ближе к земле. В хорошем смысле этого слова. В хорошем, конечно. Потому что мало ли кто что подумает. Я вернусь к вашим коллегам. Смотрите, вы говорите, да, есть замечательные люди, рядом вас они окружают. Главное двигаться, да, двигаться, развиваться. Нет опасности, что, ну, учитывая, что все вы люди одаренные, вы вот этот путь развития по-разному видите. Каждый из вас видит путь развития по-разному. И в какой-то момент вы не нашли компромисса и начинаете хлопать дверьми, сходиться, разводиться. Вы знаете, хлопать дверьми никогда не бывает умной позицией. Даже если вы хотите расстаться по каким-то причинам, нет смысла хлопать или топать, или еще что-то делать, или тем более опускаться до каких-то вещей, которые никому не помогают. То есть все можно сделать цивилизованно? Дело даже не в том, что цивилизованно. Нужно всегда знать о приоритетах. У любой компании приоритет — это то, чтобы она чувствовалась здоровой. Здоровье компании, да, об этом надо говорить, что мы считаем здоровой компанией, что нет, на что мы готовы идти, на какие компромиссы, на какие нет. Поэтому если это держать приоритетом, да, то все будет нормально. Можно сколько угодно быть там чем-то довольным или недовольным, но если есть основная генеральная идея, генеральная линия, с которой все согласны, дальше все в порядке. Поэтому вот ситуации с какими-то, наверное... Непониманиями. Непониманиями, они нормальны. Более того, это хорошо, потому что любая там дискуссия, жаркая-нежаркая, она, если люди умные, и все-таки у них в голове что-то есть, чаще всего ведет к какому-то позитивному движению, чем к тому, что все обиделись, расплакались, сидят по углам. Да-да-да, и разошлись, не дай бог. Да, я согласен, я согласен. Хорошо, Аня, значит, мы с вами сейчас должны... О, у нас есть еще полтора минуточка, поэтому я хотел бы... Давайте сразу тогда вопрос свой задам, а отвечать, наверное, уже будем после новостей. Великолепная фраза, мне очень понравилась. Здоровье компании. Романтично даже звучит така. Обращайтесь. Вот я сразу же и обращаюсь. Что под этим вы, как минимум, подразумеваете, или есть, может быть, какие-то, так сказать, хрестоматийные понятия, что есть здоровье компании. И как за это здоровье бороться, как за ним следить, как его профилактику осуществлять. Расскажите, пожалуйста. Сейчас или после новостей? Нет, нет, давайте сейчас мы начнем. Успеем, у нас еще есть там есть... Хорошо, есть жизненно важные для любой компании области. Это в нашем случае, да, это качество продукта, который мы предлагаем, и люди, с которыми мы работаем. Для нашей компании это те вещи, которые обеспечивают ей здоровье и хорошее будущее на определенный обозримый период времени. Есть другие компании, ну, не знаю, которые занимаются в другой сфере, да, у них будут эти области совершенно кардинально отличаться. Но я, если честно, всегда была приверженцем того, что самое главное, это команда и люди, которые с тобой работают, и чем они лучше, и чем они амбициознее, тем тебе комфортнее, несмотря на то, что они могут быть умнее тебя, они могут быть талантливее тебя намного. Меня это, например, никогда не смущало, никогда не боялась работать с людьми, которые меня превосходят в каких-то... Ну, вы решаете общие задачи, это на благо, да? Абсолютно. Сейчас мы прервемся. Тем не менее, новости на Финам.фм, потом продолжим. Ну что ж, друзья, мы продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам.фм. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии Анна Цфасман, генеральный директор Double Big Coffee & Tea. Так, замечательно. Звучит название ее компании. Мы говорим о том, как можно делать бизнес на известных вещах, как открыть кофейные магазины, кофейные. Ань, у меня вопрос, мне кажется, логичный. Вообще популярны сегодня эти штуки среди покупателей потенциальных, среди клиентов? Эти штуки — это зерна? Ну, зерна, наверное, как начало мероприятия, а как финал — это кофейни. Или бизнес, как покупать, как бизнес. Ну, у нас, к нам, на самом деле, очень много людей обращается, причем совершенно с разными, наверное, идеями и вопросами, потому что есть те, кто хотят просто франшизу, магазины или кофейни. Это, наверное, самый простой для нас вариант обращения к нам, потому что для этого все готово. Плати деньги и беги. Что касается других ребят, которые, например, приходят и говорят, я хочу сделать вот такой проект. Можете ли вы поучаствовать там кофейной частью, можете ли вы мне оказать какие-то консультационные услуги, да, потому что у меня нет никакого опыта вообще пить, но я мечтаю делать сэндвичи. Ну, вот, да, люди приходят своими мечтами. Я очень люблю общаться с такими людьми, потому что мне кажется, что чем больше таких людей, тем лучше жизнь в нашем городе, в котором, в принципе, довольно тяжело жить из-за ритма, из-за экологии, из-за всего. Поэтому чем больше хороших мест откроется не только в районе патриарших прудов, тем всем нам будет лучше, даже если сходу у них не получится, и они не знают каких-то основ. Поэтому мы в этом случае готовы выступать консультантами и помогать людям, настраивать бизнес-процессы, делать для них там какие-то планировочные, технологические работы для того, чтобы грамотно спланировать стойку. Очень многие, например, когда приходит особенность другого бизнеса, они просто не задумываются о том, что если ребятам будет неудобно работать или что-то будет расположено не совсем там, где надо, это потеря времени, это всегда потеря тогда в обслуживании и недовольные лица ребят. Потому что если им работать неудобно, им они не улыбаются. Даже если вы стоите за ними и следите, улыбаются они или нет, даже если у вас штраф, неважно. Поэтому ребятам должно быть комфортно, потому что от них зависит успешный ваш магазин, кофейня и все остальное. Более того, в случае с нашим именно бизнесом, он популярен из-за стоимости входа. Все-таки стоимость входа в бизнес кофейных магазинов или небольшой кофейни невысока, потому что нет большой аренды, то есть не нужна площадь 200 метров, это все совершенно не нужно. Поэтому вы не теряете в ежедневных вот таких костах, которые могут съесть всю вашу прибыль, потому что у вас аренда маленькая, у вас нет 20 человек персонала, которым надо ежемесячно в любом случае платить зарплату. У вас все-таки работает меньше людей. При этом есть другой минус, конечно, из-за того, что индустрия не такая, как в Штатах, например, или в Австралии, где если вы вывезете объявление о работе, там требуется бариста, у вас выстроится очередь, вы их пособеседуете, кто-то вам понравится, кто-то нет, кого-то возьмете на работу. В случае, если мы хотим взять кого-то на работу, то мы этого человека должны обучить с нуля, потому что людей, которые действительно что-то умеют, они просто говорят, что умеют, их практически нет. А говорят они умеют, почему? Потому что им так кажется? Потому что они где-то работали, они знают, с какой стороны подойти к кофемашине, они там понимают, как в принципе работает кофемолка, как забивать таблетку. Но на этом их знания, конечно, заканчиваются. Он подошел с нужной стороны и стоит, смотрит на нее. Что делает? Ну почему? Он крутит там, что-то трогает. Ну вот как я, например. Я тоже знаю, с какой стороны надо походить к машине. У нас вот недавно, если вам любопытно, сейчас там жареных фактов подброшу. Наш пиар-менеджер, он отличный фотограф. И ему нужны были куда-то фотографии. И он говорит, надоело уже снимать тебя просто. Давай, ты не можешь подойти к кофемашине, что-то там поделать. Я, конечно, знаю, как забить таблетку, да, но я, конечно, не могу сварить крутой напиток, потому что это не моя специальность совершенно. Но мы сделали фотосессию... Кофемашина сама варит напиток. Зачем? Ну это иллюзия. Мы сделали фотосессию, где я, соответственно, варю эспрессо там, и все очень симпатично, замечательно, с точки зрения, наверное, художественной составляющей, с точки зрения вкусовой составляющей, то, что было в чашках, оно было приличное, но, конечно, даже рядом не стояло с тем, что могут сделать ребята, которые этим занимаются. И, естественно, очень много было обсуждений на тему того, вот это плохо влияет на бизнес, что появились фотографии, где управленец вот рядом с машиной варит, хотя я везде написала, что это только реклама, больше ни для чего, но вот очень много было обсуждений на тему того, корректно это или некорректно. А что такое корректно-некорректно? Какие могут вообще мысли по этому поводу? Как, что мы роняем... Управление снизошел, да? Нет, что мы роняем имидж индустрии, что не профессионал стоит, а кто-то абстрактный. Совершенно верно. Или, может быть, сразу, да? Было забавно. Посмотрите, что у них творится. У них уже народа-то нет, даже сами, да? Сами директора вынуждены кофе варить. Сейчас они еще и веник возьмут в руки. Да нет, ну, важно долго дискутировать на тему, используют ли модели, рекламирующие Лореаль, Лореаль в своей жизни, в принципе, или достаточно быть просто, подходить на фотографии. Ну, это же желание просто, видимо, да, лишний раз пообщаться в социальной сети на какую-то тему, я думаю, здесь ничего другого нет. Ань, давайте, стратегический вопрос я вам задам. Вот этот рынок кофейной и чайной розницы, правильно? Так, наверное, называть его? Можно так, конечно, назвать. Вот как он выглядит в России сейчас? Ой, ну, он выглядит очень, наверное, интересно. Конечно, огромную долю занимает растворимый кофе, если мы берем розницу целиком, от начала до конца. А вот как вы, извините, на уровне эмоций, вот вы, как человек профессиональный, занимающийся вот такими высокими, знающий, как подойти к кофемашине, как вы произносите вот это слово, сочетание, растворимый кофе? Без эмоций. Из эмоций? Я считаю, что если люди не задают себе вопрос, что я ем и что я пью, это их личная подробность, рано или поздно. Это хорошо или плохо? Это, конечно, плохо, но мы же не свиньи все-таки, чтобы есть все подряд, хотя свинья очень разборчива. Безусловно, я хотел сразу. Есть такой образ просто, да, поэтому надо, если хочешь там пить растворимый кофе, ну, ты узнай, как он делается, посмотри, сейчас информацию достать можно о любом. Подождите, я узнал, как он делается и, в принципе, отказался от него, да, потому что я теперь знаю, как он делается. Конечно. Или я узнал, как он делается, и я имею возможность выбрать, вот этот делается хорошо, а этот делается не очень, а это вообще... Нет, это вопрос же не в том, хорошо это или плохо, да. Там есть какие-то показатели, когда начинаешь смотреть, как он делается, понимаешь, что там сам кофе варится довольно долго. Соответственно, из кофе экстрагируется не только масло, сахар, аромат, а и все остальное, что набрало в себя зерно, пока росло. Набирает оно очень еще много всего того, что нашему организму совершенно не нужно. Поэтому, когда вы пьете растворимый кофе, чаще всего все-таки там будет много довольно неполезных, да, и без того... Да-да, уж если говорить о пользе. ...элементов в этом напитке. Ну, про вкус это мы оставим, да, у всех по-разному развиты вкусовые рецепторы, кто-то не обращает внимания на вкус того, что он пьет. Пожалуйста. Поэтому, конечно, если есть выбор, выпить растворимый или зерновой кофе, любой нормальный человек выпьет зерновой, но на этом индустрия не заканчивается. Более того, я могу сказать, что по статистике, которую каждый месяц можно найти в журнале, в нашем индустриальном журнале, растворимый кофе потихонечку, потихонечку, конечно, но теряет свои позиции. Его вытесняют зерновой кофе. То есть люди потихонечку, да, начинают покупать зерновой кофе. Но наша индустрия, моя, которой я занимаюсь, она занимает вот такую приблизительно, маленькую-маленькую долю пока. Почему? Потому что мы занимаемся продуктом, который, во-первых, тяжело найти. То есть найти так, чтобы обеспечить всю Россию... Найти вам тяжело или покупателю конечному тяжело? Вообще нет, ну покупателю. В принципе, исходный зеленый продукт, сам зеленый кофе, нужного качества по нашим требованиям, найти очень тяжело. Это огромное количество работы. И кофе, например, вот такого высокого качества обеспечить потребление только хотя бы в одной России, его, наверное, даже и нет. Того уровня продукта, которым мы занимаемся. Поэтому у нас, например, на данный момент не может быть амбицией, да, всю Россию завалить своим кофе. Просто невозможно. Нет такого количества кофе. Другое дело, что, конечно, хотелось бы, чтобы и уровень коммерческого кофе, да, он рос и поднимался. И, в принципе, этим сейчас очень много людей в мире занимается. Потому что есть люди, которые занимаются коммерческим продуктом, который приличный, нормальный, но, конечно, не обладает какими-то прекрасными вкусовыми качествами, когда... Ну, я это слово не использую. Не люблю, хорошо. Нет, дело даже не в том, что... Все-таки мы занимаемся кофе не... Он не в единичных мешках, да. Есть кофе и такой. Пока Россия к нему, наверное, не готова. Потому что он может стоить там и 300 фунтов за полкило в зеленом виде. А его еще привезти, пожарить, упаковать. То есть это сразу получается очень дорогой кофе. У нас в России больше, наверное, люди идут на маркетинг и пытаются купить копию ВАК или какую-то Blue Mountain. Ну, то есть вот какие-то такие вещи, которые раскручены давно и на слуху, и люди понимают, что вот они заплатят 10 тысяч рублей за килограмм или 20 тысяч рублей за килограмм и друзьям своим что-то расскажут. Сейчас есть намного более недорогие способы поразить друзей и подруг своими умениями. А задача именно эта все-таки первая, да? Ну, мне кажется, многим людям это важно. Ведь не просто так по улице стали люди ходить со стаканами с кофе, да. Очень мало людей ходят со стаканом с горячим чаем. Много со стаканом с водой. Причем я даже людей знаю, они это аргументируют. Вот эта вода, я ее набрал вот в том-то источнике, я не покупаю то, что тут вот продается везде. На самом деле правильно делают. То же самое и про кофе тоже самое можно сказать. Про кофе можно очень долго рассказывать. Нет, со стаканом с кофе-то что ходить? Просто это модно. Это модно. На самом деле кофе как напиток стал в какой-то момент довольно модным. И поэтому идти по улице со стаканом кофе, это ты сразу причисляешь к какой-то категории людей, которые тебе нравятся. И ты со стороны, тебе кажется, что да, я к ним хочу быть ближе. Другое дело, что у тебя в этом стакане налито. Это следующий вопрос, которым люди задаются. И тогда они вот путем исключения приходят в нашей кофейне. Я не говорю про Double B, я говорю про кофейне нашей индустрии, которая пока не очень большая, но она развивается и во всем мире развивается. И благодаря тому, что развивается наша часть индустрии, начинают развиваться и фермеры. И появляется больше хорошего продукта. Поэтому в принципе это все очень-очень-очень благоприятно влияет и на мировую индустрию кофе и произрастание, и то, как его обрабатывают, собирают. Ну и подытожив все-таки весь этот ваш очень интересный рассказ, рынок-то в России, он как, что он из себя представляет? Ну вот есть растворимый кофе и зерновой. Это какое-то начало пути долгого, бесконечного. Знаете, в России, на самом деле, как только Россия хватает фишку, после этого события развиваются молниеносно. И я рада, что мы успели, я вот как бизнесмен оцениваю, что мы успели вовремя. Схватить фишку. Да, то есть мы успели, нет, не схватить фишку, а встать на этот рынок и растопырить локти. Тоже очень образно, я вам хочу сказать. Тоже очень образно. Я считаю, что мы успели, потому что я думаю, что через 2-3 года рынок взлетит. Почему? Потому что к этому есть очень много предпосылок. Есть интерес со стороны конечного потребителя, это, наверное, самое главное, что говорит о том, что рынок должен начать взлетать, потому что потребитель начинает осознанно делать покупки. Не просто я хочу кофе, да, а он начинает задаваться вопросом, а что у меня будет, и вкус, и так далее. Возникают предложения, возникают компании, которые готовы этот рынок развивать, поэтому есть шансы. Ну, сейчас поподробнее об этом поговорим, вновь новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Ну что ж, друзья, мы продолжаем эфир, бизнес-класс на Финам.ФМ. Сегодня обсуждаем мы тему, связанную с кофейными и чайными магазинами. Открыть кофейный магазин, как это сделать. Очень интересная, ну и, естественно, квалифицированная. Об этом рассказывает моя сегодняшняя гость, Иоанна Цфасман в студии бизнес-класса, генеральный директор Double B Coffee & Tea. Еще раз я напомню, уважаемые слушатели, телефон студии 6510996, код Москвы495, сайт компании Финам.ФМ. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы. Вопросы уже я вижу, но, если позволите, мы чуть позже к ним приблизимся. Хочется с Аней поговорить. Ну, действительно, очень интересно она рассказывает. Как в таких случаях, говорит, не только красавица, но и умница еще. Вы просили от меня массу. Я просила, да, но не такие немножко. Я хотела бы элегантно. В лоб сейчас получилось. Ну, хорошо. Хорошо. Я буду работать над ошибками. Ань, тем не менее, давайте продолжим. Вернемся вот к разговору о рынке Российской Федерации, о его перспективах и вот о возможности, которые вы уже, в принципе, реализовали, да, место вы заняли, локти расставили и говорите, все, это мое. Но, но, с ваших же слов, рынок этот ждут огромные перспективы, да, огромное развитие. Вот в этом случае локти не придется сводить вам, как вы думаете? Нет, наверное, мы не сможем все съесть, но я думаю, что придется нарастить даже локти немножко. То есть такая тоже, да, такая возможность? Безусловно. Я из того, что я наблюдаю, в принципе, в России, чаще всего, если это становится мейнстримовской такой историей, когда количество людей, как снежный ком растет, которые пытаются что-то найти для себя вкусное, попробовать что-то новое, в этот момент все начинает работать по-другим немножко захватывать. и приходится быстрее действовать, быстрее принимать решения, и главное, чтобы была готова база, для того, чтобы это все воплотить. Ну, то есть сейчас вы базу как раз и готовите, да, или вы, может быть, уже подготовили. Да, мы подготовились, мы карманы тоже растопырили. Хорошо. Смотрите, если вернуться чуть назад, да, в разговоре о перспективах, вы утверждаете, что через какое-то время, действительно, и сейчас уже, в принципе, можно, наверное, об этом говорить, интерес к вашему продукту растет, и через какое-то время, да, все больше и больше людей будут в этом заинтересованы, да, смотреть в вашу сторону. Я хотел бы вот о чем спросить. Смотрите, когда вы начинали, принимали решение заниматься именно этим делом, что было для вас на первом месте? Идея конечной реализации, то есть вы, ну, традиционно мы, да, говорим, вот сейчас я хочу вот этим заниматься, а для кого я буду это делать? Есть эти люди? Есть другая, я же сейчас без оценок, какая хорошая и плохая, в конечном итоге это решает уже, да, результат, да, показывает результат. Есть другая точка зрения. Вот я сейчас начну заниматься вот этим, потому что мне это очень нравится, и я считаю, что за этим будущее. А потом проявляет время, и я оказываюсь прав, или я оказываюсь неправ. Вот вы по какому пути шли, по какому пути развития? Знаете, я считаю, что когда предоставляется возможность, ее надо хватать и реализовывать. А в чем была эта возможность? Возможность была в том, что продукт был изучен, стратегия была понятна, коллег, которые были готовы помочь с финансами, было тоже достаточно, и не воспользоваться с ситуацией, было бы очень странно, особенно человек с моей фамилией, поэтому я очень легко, наверное, да, отчасти это решение приняла. Другое дело, что пока сейчас мы этим занимаемся, возникает еще очень много идей, чем еще можно было с тем же рвением заниматься. Мы их все складываем в такой ящичек, и потом достанем. Это нормально, это нормально, специальный ящичек такой. А эти идеи близки к тому, чем вы занимаетесь, или вы не рассматриваете конкретные отрасли, просто опять есть? Нет, они близки концептуально, или же они близки с точки зрения производственных возможностей. Именно поэтому у нас в кофе, например, есть еще чай. Вот на данный момент мы сами не ездим по чайным плантациям и не занимаемся отбором лотов. Мы работаем с очень сложной, долго мы искали компанию, с которой мы можем это делать. Ребята такие же вдохновленные, у них другая стратегия развития их собственного бизнеса, но они вот ездят по плантациям, пробуют, везут, стараются сделать максимально, насколько это возможно, хорошо свой продукт. Мы вот сейчас для них являемся таки возможностью продавать их продукт через наши магазины или кофейни. Мы очень этим довольны. И качеством продукта, и люди, которые к нам приходят за хорошим кофе, они заодно покупают еще хороший чай, и мы, по крайней мере, знаем, что мы не потеряем лицо. То есть то, что у нас продается, это имеет определенную уже свою марку. Поэтому есть еще несколько бизнесов рядом или схожих по подходу и концепции, которые следом будут паровозикам прикреплены к нашему локомотиву. Нормально. Это хорошо. По-моему, прозвучала у нас уже фраза в этой студии регионы, регионы, да, вот если можно, чуть подробнее. Все, что вы предлагаете сейчас, может быть, в этом есть, кстати, и логика какая-то, это предложение для жителя столицы, у которого есть, ну, опять, если верить статистике, у которого есть большие возможности, чем у жителя отдаленного региона. Вы знаете, я, наверное, с вами не до конца соглашусь относительно возможностей. Объясню, почему. Дело в том, что в столице, безусловно, конечно, много возможностей, но и сильная конкуренция, и довольно тяжело жить и работать, поэтому если человек... В физическом смысле, причем. В физическом, и во всех смыслах, на самом деле, в каких-то моральных, наверное, вещах, потому что соблазнов вокруг какое-то неимоверное количество, и всего хочется, и так далее. Поэтому я считаю, что в регионах, например, из-за того, что я знаю, я не так много, наверное, путешествую по России, но из тех людей, с которыми я имела возможность общаться, чаще всего там совершенно мизерные зарплаты, и никакой перспективы будущего нет, если ты не работаешь там на заводе на каком-то, нефтяном или еще каком-то, и там тоже нет перспектив, но просто, по крайней мере, у тебя есть стабильная работа. Больше денег у тебя нет. Да, и поскольку цена входа, опять же, невелика, и сейчас там крупные банки, не очень крупные банки на очень хороших условиях для малого бизнеса предлагают финансирование, то, на мой взгляд, если так вот положа руку на сердце, чем сидеть за 8 тысяч рублей где-то, или там за, даже за 25 тысяч рублей в бухгалтерии какого-то предприятия или еще не знаю где, еще не знать, получат эти деньги или нет, наверное, сделать свой бизнес, открыть магазинчик в своем городе, который ты знаешь, ты знаешь все муравьиные тропы, где кто ходит, где есть нужная тебе аудитория, открыть небольшой магазинчик, в котором ты будешь продавать то за качество, чего тебе никогда не будет стыдно, это будет вкусно, это будет интересно, много информации, ты сам будешь расти там и духовно отчасти, да, потому что ты будешь узнавать новое что-то, и при этом ты сам будешь стоять и общаться с своими покупателями, они будут тебе возвращаться и благодарить по нашему опыту, это так происходит. У нас еще ни разу не было случаев, чтобы вернулись люди и сказали, знаете, мы вот у вас купили, и вот что-то нам не понравилось, ну или там еще что-то, да, у нас наоборот, очень позитивная сама по себе атмосфера, и это помогает справляться на самом деле с плохой погодой и с хорошей погодой, поэтому я искренне считаю, что иметь, да, свое небольшое, пусть небольшое дело, потому что может быть нет собственных средств, да, и нет возможности там построить сразу большую компанию, но начать с малого, я знаю очень много таких примеров, и я не говорю, что можно такой кофе заниматься, есть много, наверное, еще хорошей продукции в разных сферах, которые вам просто ближе, но просто очень многим людям близка тема еды, потому что это, наверное, аж одна из основных потребностей, поэтому очень логично пытаться что-то сделать именно в этой сфере. Я считаю, что это очень хорошая возможность. Это здорово. Ну, я, вот вы заражаете, я уже сейчас сижу, да, немножко отвлекаюсь от эфира, думаю, может, мне тоже, да, заняться. Ну, тут у вас внизу не сдается ничего, несколько метров. Сейчас закончим, выясним, пойдем выясним. Ань, смотрите, все это замечательно, вы человек очень эмоциональный, вы человек такой огневой, я бы сказал, но достаточно ли этого для того, чтобы сделать успешный бизнес? Нет, конечно. На самом деле... Реалии, я так боюсь, что эти реалии, чем дальше от Апкада, тем более печальны. Я не соглашусь, у нас вот есть замечательный опыт, могу пример вам привести. Был очень интересный человек, у которого был свой кофейный чайный магазин, далеко в Подмосковье, не в ближнем Подмосковье, а в дальнем. И не в сторону Рублевки, а совершенно в противоположную сторону. У него был там свой магазин, он там продавал, ну, вот, как ему казалось, хороший кофе, хороший чайный, на первую встречу даже приехал, принес образ цинга, давайте я вам дам попробовать, что я продаю. Да-да-да, смотрите, что я. Он, в итоге, он даже не стал это пробовать, попробовав наш кофе, он вот просто это убрал, сказал, нет-нет, этому пробовать не будем. Стало неловко ему. Да, он попробовал, поставил наш кофе к себе в магазин просто, без всякой вывески, с новой, да, просто поставил наш кофе. Улетел. Люди вернулись и говорят, дайте еще. Подожди, а ценник-то другой был уже на ваш-то кофе? Да, дороже, конечно. Но, нет, опять же, смотрите, если нас сравнивать с крупными сетями, которые есть в России, которые продают, ну, как сети кофейно-чайных магазинов, у нас ценник будет такой же розничный, потому что мы работаем напрямую с фермерами и сами жарим, поэтому мы имеем возможность дать розничную цену такую же, как и они. Другое дело, когда вы частный предприниматель или у кого-то закупаете кофе, да, вы ставите там ту цену, которая вам кажется справедливой. Мы сказали, нет, розничная цена вот такая должна быть. Но вы продаете, продав пакет нашего кофе и продав пакет другого кофе, да, вы на нашем кофе больше зарабатываете. Просто в силу того, что он дороже и в физическом выражении денег у вас прилипает чуть-чуть побольше. Поэтому, а поскольку вернулись люди, его постоянные клиенты с горящими глазами, говорят, боже, хотим еще, нам все равно, что этот килограмм стоил на тысячу рублей дороже. Вот это важно, да, что есть эти люди, которым все равно. Нет, вы не понимаете, это же не то, что вы раньше тратили на покупку зерен из своего семейного бюджета 500 рублей, а теперь стали тратить 50 тысяч. Это речь не об этом. Вы раньше тратили 500 рублей, а стали тратить 800. Это на ваш семейный бюджет не влияет, но на вкус и качество того, что вы получаете, влияет кардинальным образом. В итоге сейчас вот он покупает франшизу и открывает уже настоящий магазин наш. Причем там, надо почернуть все-таки там, в дальнем по Москве, да, в противоположной стороне от Рублевки. Да, потому что кофе в зернах, это становится такой ежедневной потребностью очень хорошей. Нам очень хорошо. Нам очень хорошо от кофе в зернах. Кстати, с точки зрения медицины, нет никакого противопоказания для тех, кто часто пьет кофе. Смотрите, я вам скажу честно, если вы будете пить высокогорную арабику и правильно ее заваривать, не будете вытаскивать из зерна весь кофеин, который в него успел залезть, пока оно все там росло, и тяжелые металлы, вам будет хорошо. Конечно, кофе нельзя глушить литрами, потому что все-таки есть восприимчивость организма к кофеину, который даже если это высокогорная арабика и заваренная правильно, все равно нельзя есть определенную дозу, которую вы не захотите так много. Мы пьем кофе много, все, что нам приходится пробовать. Нормально сколько это? Нормально в сутки, например, сколько? Раз, два, три, три чашечки? Ну, две, три чашки, наверное, да. Да, две, три чашки. Ну, можно там, не знаю, мы иногда пьем там пять-шесть, но может быть тяжело. Нам нужно смотреть на свою собственную переносимость организма. Я вдруг подумал, мы пьем иногда больше, но у нас профессия такая. У меня-то нет, у меня совершенно другая профессия. Мы вынуждены это делать. Нет, мы с удовольствием это делаем. Кстати, по поводу кофеина и тяжелых металлов, они как оказываются? Они пока растут или вот эта вот долгая переработка, когда они превращаются в растворимый кофе? Нет, это не брюки превращаются. В шорты. Да, в шорты. Конечно, все, что зерно может в себя вобрать, оно вбирает пока оно на дереве. Как только вы сорвали, оно мертвое. Все, оно уже... Другое дело, что вкусовые качества зерна, да, то есть если, допустим, вы сорвали отличную спелую ягоду, давайте представим, что все-таки нашли, сорвали вовремя ее, не перезрелую, не недозрелую, не червивую, сорвали хорошую ягоду. Дальше вы в процессе переработки, да, если вы нарушите какую-то технологию, можете у нее там отнять часть сладости, например, да, или потом вы ее там плохо везли, там, в неправильной упаковке. Не то, чтобы помялась, там же косточка уже остается, но там, не знаю, соленая вода на нее попала, еще что-то, потом вы ее жарили, взяли, пережарили, да, и весь сахар спалили, осталась только вот эта горечь, да, кофеина, кофеина, ну, то есть дальше можно только отнимать от исходного продукта, который был на веточке, вот, поэтому если вы все делаете правильно, на каждом этапе максимально сохраняйте, будет вкусно. То есть самый первый, да, и, может быть, даже главный момент, это вовремя ее сорвать, эту ягоду. Абсолютно, конечно. Потом ее важно правильно обработать, потом ее важно правильно быстро довести, правильно пожарить. Мне показалось сейчас забавным, да, да, вы упоминаете неких ферменов, в моем представлении фермеры, это тот, что вот сейчас в Подмосковье, да, у него есть там коровки, утки, гуси. В Подмосковье просто кофе не растет. Вот-вот, я вдруг неожиданно мне пришла мысль в голову, что, говоря о ферменах, это какие-то колумбийские, наверное, фермеры. Ну, не обязательно колумбийские, потому что все-таки мы, в Колумбии у нас есть несколько проектов, но это не основная страна, из которой мы возим кофе. Ну, сейчас расскажете, мы прервемся еще раз, новости на Финам.фм, потом продолжим. Ну, что ж, друзья мои, время быстротечно. Я сейчас, с сожалению, искренне об этом говорю. Такой замечательный разговор у нас сегодня с моей гостьей. Научила она меня, как правильно заваривать. Еще нет. Не научила. Что-то такое из классики, да, как правильно заваривать мед, что ли, было такое. Итак, осталось немножко времени, у нас есть вопросики, и если еще есть желание, собственно, присоединиться к нашей беседе, уважаемые слушатели, я вам напомню, телефон студии 6510996, код Москвы 495 и сайт компании финам.фм. В гостях сегодня Анна Цфасман, генеральный директор WB Coffee & Tea. Ань, вот у меня еще, знаете, хотелось бы, да, по поводу фермеров давайте закончим. Итак, откуда эти самые? Мы работаем с Кенией, с Эфиопией, с Сальвадором, с Бразилией, с Колумбией, с Бурундией, с Руандой. Да, то есть география довольно обширна, вся она вокруг экватора, так или иначе, собрана. Логично, наверное, да, именно там растет та самая. Да, и он растет довольно высоко, поэтому работа очень тяжелая у фермеров, безусловно. Они практически, многие из них живут за чертой бедности. И поэтому то, что мы готовы дороже покупать хороший кофе. Дороже, чем местные? Нет, чем биржевая цена и чем принято в стране. Мы платим больше за кофе, но зато у нас и требования к нему более высокие. Это позволяет им жить, кормить семью и так далее, поэтому отношения выстраиваются на хорошей, доброй ноте. Здорово, здорово. То есть в данном случае вы конкурентно способны, да, на этом рынке? Очень. Вы предлагаете лучшие условия. Кто придумывал концепцию вот тех самых заведений, ну, помещений, дизайн? Я примерно даже сейчас могу предположить, кто... Нет, не можете. Нет, не можете? Хорошо, расскажите. У нас гениальный арт-директор, один из самых талантливых людей, которых я вообще встречала по жизни с точки зрения восприятия действительности и создания красивой обстановки вокруг. Причем даже в наших странных немножко условиях, потому что нашим баристам, например, очень нравится скандинавский тип помещений, поэтому у нас на стенах, например, может ничего не висеть, что тяжело для людей, которые обладают художеством. Для взгляда, да, конечно. Зацепиться же надо за что-то взгляда. Но вот, тем не менее, наш арт-директор Ларик Гордон, он гениальный совершенно человек, обладающий потрясающим вкусом. Его супруг тоже у нас работает, так что у нас все хорошо. Здорово. Да, у нас на самом деле очень разные проекты, они по-разному выглядят, по-разному, наверное, даже преподносит и воспринимаются людьми, но нам от этого только, наверное, лучше, потому что каждый может найти то, что ему поближе. Так, ну что, давайте попробуем озвучить вопрос. И вот есть этот вопрос от Тимура. Сколько должен, ну, видимо, это ваше личное, да, субъективное, потому что по поводу должен, наверное, сложно говорить. Сколько должен стоить кофе в кофейнях Москвы, спрашивает Тимур, на ваш взгляд, Аня. Ну, я считаю, что кофе и кофейня, на самом деле, никто никому ничего не должен. Мы со своей, могу рассказать, как мы делали ценовую политику, мы все делаем с точки зрения финансовой модели, поэтому для того, чтобы не делать, опять же, все очень с разной ценой и пытаться там здесь рубль отнять, там добавить, жидкие напитки мы разделили на три понятные нам категории, и у них есть четкая цена 150 рублей, 200, 250. А 150 рублей — это обычные напитки, капучино, эспрессо, двойной эспрессо, все подряд, да, там какие-то альтернативные способы заваривания. За 200 рублей вы получаете большую чашку, это может быть большой капучино, латте, большой кемекс, например, да, и за 250 вы получаете наши авторские напитки, то есть то, для чего мы специально варим сиропы, ищем какие-то ингредиенты и делаем что-то, чего не делает никто больше. С этим вообще все понятно. Что касается, ну, это жидкие напитки, что касается кофе в зернах, которые мы продаем, то там тоже у нас все идет от себестоимости, более того, мы очень открыты с точки зрения политики. У нас все написано, за сколько мы купили зеленый кофе. Вы знаете, сколько мы заплатили фермеру. А где это написано? На сайте, да, пожалуйста, можно все посмотреть. Мы ничего не скрываем, если кому-то любопытно заглянуть в наш карман подробно, любой имеет возможность это сделать, если есть желание. Никого нет желания обычно возить с цифрами. Ну, мне кажется, все равно, да, какая-то всегда есть интрига в том, что вот, сколько вы зарабатываете, да, ваша маржа, конечно, вот вы такие-сякие, и вдруг вы предлагаете им, да, предлагаете потребителю посмотреть на это дело, и сразу интерес, как правило, пропадает. Действительно, потому что это такой праздный интерес. Не, но мы еще ребятам, которые варят кофе, мы платим больше, чем принято на рынке. Да, есть аренда, есть какие-то еще дополнительные, да, расходы. Я хотел, извините, продолжу, я уже услышал даже, смотрите, фермерам мы платим больше, чем на бирже, ребятам мы платим больше, чем принято, за аренду мы платим больше, чем... Нет, за аренду мы не платим больше, чем принято. То есть, значит, выстраивается оригинальная модель ведения и бизнеса, да. Мы пришли на рынок, но мы платим все время больше. Нет, наоборот, как раз по аренде для нас очень, слава богу, комфортные условия, и мы не... А вы на рынке ищите помещение, или может... Да, но просто поскольку у нас нет задачи построить там 200-300 кофеен завтра, да, то я имею возможность лично ездить на все переговоры, общаться с собственниками напрямую, и мы всегда находим какие-то общие, может быть, интересы, какие-то точки пересечения, и имеем возможность договориться о более комфортных условиях, чем соседи через дверь. У нас вот в Милютинском яркий тому пример. Мы совершенно по другой ставке сидим, чем все остальные. Почему? Потому что вот мы нашли общие интересы с собственником, мы как-то понравились очень. Наша концепция, она людям нравится, особенно когда они начинают пробовать то, что мы делаем, и понимают, что это бизнес, который там не съедет завтра, это бизнес, который осознанно идет в этот проект, мы понимаем, что мы делаем, как мы будем зарабатывать, как мы будем развиваться. У нас все это понятно, мы не какие-то залетные гастролеры, которые... А давайте мы будем там, я не знаю, огурцы продавать, и давайте за миллион рублей снимем себе 200 метров, и на них будем продавать огурцы. Ну здорово, но возможно на огурцах не отбить такую аренду. Мы четко знаем, что мы знаем больше чего мы не можем платить. Людям, на самом деле, собственникам тоже очень комфортно беседовать с владельцами компании. Им комфортно, когда напротив них сидит человек, который понимает, что он делает. Поэтому чаще всего можно договориться. В этом случае какой-то личный контакт, да, все-таки? Безусловно, я вообще верю только в это. Серьезно. Глобально, да. Поэтому мы продаем франшизу. Я не хочу сама открываться в подмосковном городе или, не знаю, в Новосибирске. Потому что я считаю, что владелец должен быть на месте. Он должен быть с гостями, он должен быть с собственником, он должен быть с бизнесом. Как только вот это глобальное развитие такое, обычно это приводит к тому, что массовые хищения и люди, которые ходят просто на работу. Поэтому у нас, я могу сказать, что наша цена, несмотря на то, что она немножко ниже среднемосковской на кофе, да, а при том, что продукт наш на голову выше большинства продуктов, которые вы можете купить, она честна и рассчитана по очень понятным экономическим законам и ничего ни одного не испугал человека. Здорово. Я вспоминаю наш разговор чуть выше, он был по поводу профессионализма, да, людей, которых вы хотели бы взять на работу. Ну, видимо, это опять реалии российские, все же, да, еще не сформировался тот пласт профессионалов. Причем, я так понимаю, что не только в вашей отрасли, но и во многих других. И очень часто, действительно, я слышу в этой студии, что вот мы народ набираем там по каким-то параметрам, а потом их учим, учим, целенаправленно учим для того, чтобы... Нет, есть много ребят, которые уже в профессии что-то знают и умеют, и они идут к нам работать или же, наоборот, просто ждут, когда мы будем готовы их взять, потому что, опять же, у нас нет 200 кофеин, чтобы вот так вот мы могли перелопачивать. Ну, просто иногда мы развиваемся, иногда нашим франчизерам нужны баристы, иногда просто к нам обращаются рестораны и говорят, вы не могли бы нам дать бариста, мы не можем сейчас подготовить, нам нужны там ваши ребята. Поэтому вот чаще всего наш набор связан вот с этим, а не с чем-то другим. И можно взять, иногда, например, можно взять у кого-то, да, но если ты знаешь, что этой компании сейчас и так тяжело, ты не будешь оттуда брать ребят, потому что до им будет тяжело. Ну, мы научим новых, ничего страшного. То есть у меня вот такой в этом смысле подход. Это очень убедительный, как и многое, о том, о чем вы рассказываете. А вот по поводу тренингов неких я хотел бы узнать. Связаны ли эти тренинги с воспитанием персонала будущего или это что-то другое? Нет, у нас тренинг-центр, в котором мы обучаем сторонних людей. То есть нам присылают рестораны, бары, кофейни, присылают людей на обучение из регионов, из Москвы приходят к нам учиться. У нас есть тренинги, там, маленькие, да, есть люди, которые дома хотят научиться кофе варить хорошо, и они, там, им достаточно недели для того, чтобы освоить основные какие-то вещи. Есть тренинги, которые длятся месяц, когда выходит человек, который может готовить основной набор напитков и готовить их хорошо, но ему теперь нужна практика. То есть если вы, например, месяц отходили на тренинг, Он не обязательно будет у вас работать, да? Нет, не обязательно, конечно. Он получает профессию. Нет, но чаще всего за него кто-то заплатил все-таки. И этот человек, который за него заплатил, ожидает, что он у него все-таки отработает какое-то время. И, да, то есть эти инвестиции каким-то образом отобьет. Поэтому, ну вот тренинг-центр у нас довольно популярный, и люди по разным совершенно причинам туда идут. Некоторые просто хотят развлечься, а некоторые хотят получить вторую профессию. Кто-то хочет действительно что-то узнать многое или немногое. Там уже дальше по ходу обучения становится понятно, зачем человек пришел на самом деле. Да, да, совершенно верно. То есть это доступно для любого, да? Абсолютно, конечно. И у нас очень разные есть курсы под разные нужды. Ну, например? У нас есть курсы, еще раз говорю, там теоретические или альтернативные способы заваривания. У нас есть курсы по лоте-арту. У нас работает чемпион мира по лоте-арту. Она может позаниматься, да, и научить делать потрясающие совершенно рисунки. Я понимаю, конечно, что для вас этот термин достаточно популярный, а я вот пытаюсь сейчас воспринять. Лоте-арт, правильно, да? Да, это когда у вас в чашке уже налит кофе, вы эспресс сварили, и вы сверху наливаете молоко. Но вы наливаете не так, а наливаете хитрым образом, что получаются там розочки, сердечки, какие-нибудь там коняшки, танки. Ну, неважно. То есть вас могут научить, да, например, вот это делать. Вот это если для домашнего пользования. У нас есть курсы по миксологии, у нас есть курсы по обжарке кофе. У нас очень много всяких разработано методических, дидактических и раздаточных материалов для того, чтобы люди... Индустрия развивалась. Потому что даже если вы обычный посетитель, но вы уже понимаете, что такое напиток, вы уже в большинстве мест этого города кофе пить не сможете. Вы будете мучить владельца ресторана, если вы его знаете, да, будете говорить, что же у тебя за кофе, ну как тебе не стыдно? Нам только от этого лучше. Это да. А вот, кстати, вот этот диалог, можно его так продолжить? Я своему знакомому владельцу ресторана говорю, ну что же ты варите-то у вас? Это же ужас. Вот сходите, вот сходите. И вот там настоящий кофе. Да, конечно. Именно так это звучит? Обычно так звучит, да. Или там позвоните, пусть к вам приедут, вам покажут, что на самом деле... А, я не хотел этот вопрос читать, но мы просто вот сейчас об этом заговорили. Вот смотрите, Алексей, Алексей, ну некорректно, Алексей, мне кажется, да, в эфире это обсуждать, и тем не менее мы об этом заговорили. Вот с улыбкой Алексей пишет. Хороший ли варит кофе в Старбаксе? Вам как профессионалу? Я могу сказать очень просто. Если возьмите, придите в Старбакс, возьмите черный кофе, или возьмите эспрессо и выпейте. Вы, скорее всего, это выплюнете. Это причем известный факт. Это невкусно. Без добавки сладких сиропов, молока и всего остального связано это с чем? Старбакс закупает, на самом деле, неплохие лоты кофе. Не самые лучшие, но это огромная корпорация. Для них нет такого количества хорошего... Они закупают нормальную арабику. Но дальше они жарят слишком сильно, структура зерна нарушается, и поэтому у вас в чашке будет горечь, потому что вкус жаркий и кофеина, который, как вы знаете, обладает... И определить это можно только вот обычный черный кофе, и не добавляйте туда сахар, не добавляйте туда сливки. Выпейте вот это. Это будет горько. Можно ли себя приучить к горькому вкусу? Можно. Много есть горьких напитков, которые люди пьют. Да есть жизнь горькая просто, я вам хочу сказать. К этому не надо привыкать. А времени нет, я бы еще, конечно, говорили и говорили бы с вами. Огромное вам спасибо, что нашли время. Анна Сфасман, генеральный директор WB Coffee & T, была сегодня в нашей студии. Огромное спасибо еще раз вам, Анна. Хорошей пятницы. Да-да. Всего хорошего и хороших выходных. Уважаемые слушатели, до свидания, до понедельника. Успехов в бизнесе.